Друзья, привет-привет! Это Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Рейсинг. И сегодняшний выпуск будет посвящен первому этапу гонки САС, который я прошла. И я просто расскажу о том, как это было. К сожалению, мне не удалось ничего снять на камеру во время гонки. Я была очень занята и очень устала. Поэтому будет просто такой... Хотелось бы, что диалог, но будет монолог. Для тех, кто к нам недавно присоединился и не понимает, что происходит, почему я здесь сижу и о чем-то вещаю, я готовлюсь к гонке мини-трансад. Это одиночная гонка через Атлантический океан на яхте класса мини 6,5. И сейчас я нахожусь в начале своего первого сезона, в начале квалификационных гонок. И в данный момент я в городе Элиссабль-Долонь. Это регата САС, которая состоит из трех этапов. Маленький 200 миль, побольше 500 миль и самый большой почти 900 миль. И я недавно финишировала на втором месте в классе прото. Это было очень круто в первом этапе. И готовлюсь стартовать послезавтра во второй этап этой замечательной регаты. И о своем опыте сейчас рассказываю. Итак, погнали! Первый этап гонки для меня на самом деле был очень неоднозначным и был очень трудным. Я расскажу все как есть. Буду честной, откровенной. Расскажу о своих ошибках и расскажу о том, как вообще все это складывалось. На старт я вышла очень уставшая. Прям, мне кажется, на какой-то грани. Почему так произошло? Подготовка одиночного проекта класса мини, подготовка к гонке мини-трансад, эта история очень непростая и достаточно дорогая, но подъемная. Для того, чтобы идти по моему пути, для того, чтобы делать то, что я делаю, мне приходится совмещать с настоящей работой. Как я уже рассказывала в видео о себе, ссылку на него вы можете найти внизу в описании к этому видео. Я совмещаю. Я работаю в компании Nord Consulting и занимаюсь сертификацией и консалтингом в сфере сертификации промышленного оборудования. Это работа на полное время, но благодаря тому, что компания меня очень сильно поддерживает, я могу находиться здесь, я могу работать удаленно, я могу сама регулировать свое время. Но из-за этого, естественно, у меня не бывает ни выходных, ни праздников. И все вечера после подготовки яхты я провожу за работой. Вторая обязательная составляющая моих трудов – это рассказать обо всем, что происходит вам. Это вести социальные страницы, это делать видео на YouTube, это делать монтаж, это делать самостоятельно фото, селфи, искать фото фотографов с регаты. Это все тоже полноценное рабочее время, честно скажу. Это занимает огромное количество времени. У меня есть помощники, которые на самом деле делают это проще для меня. Но, естественно, все первоначальные материалы я должна предоставить сама, потому что кто кроме меня об этом расскажет. Это второе. Естественно, подготовка яхты. Яхту я получила примерно полтора месяца назад. Яхта у меня 2011 года, яхта «Прото» номер 800. Яхта уже не новая. Из-за этого, естественно, приходится постоянно что-то доделывать, переделывать, менять. В какой-то момент, еще недавно, неделю назад, она у меня была полностью в разобранном состоянии. Мы ламинировали крышу рубки, потому что лебедка, фаловая лебедка, начала ее продавливать. Яхта сделана из карбона. Она супер легкая, и поэтому карбоновый слой, внутренний и наружный, который обрамляет сэндвич, который создает сэндвич, очень-очень тонкий. И, естественно, если усиление, reinforcement под какое-то оборудование сделано слишком маленькое, то лодка начинает ломаться вокруг него. Это произошло с фаловой лебедкой. Вот, поэтому еще неделю назад лодка была полностью разобранная. Мы меняли там очень много, вплоть до лееров. И, естественно, не было времени отдохнуть, поэтому на старт я вышла очень-очень-очень уставшая, как морально, так и физически. Почему же я выбрала эту лодку, зная, что она уже немножечко уставшая, скажем так. Лодка очень-очень крутая. Лодка легендарная, на ней ходили супер-шкипера и занимали практически всегда места в подиуме. И даже сейчас она остается очень-очень конкурентоспособной и подъемной по цене. Еще один момент, то, что Ерван Лемине, который владелец лодки, смог сделать для меня такие особенные условия, то, что я сейчас лодку арендую. Потому что весь бюджет собрать не удалось. Я все еще нахожусь в поисках партнеров и спонсоров, чтобы осилить два года, осилить подготовку и осилить покупку лодки. Лодку очень хочется выкупить, чтобы можно было модернизировать ее под себя. В аренде это пока что не получается, договориться о каких-то некоторых модернизациях. Так вот, я просто выбрала подъемную по цене с хорошими условиями крутую лодку, которая может позволить мне показать результат. Итак, давайте про гонку. Начну немножечко с конца. Я пришла второй, обогнав Антуана буквально на самом финише всего лишь на 47 секунд. Как многие это видели, смотрели на трекере. Это было действительно очень круто и, конечно же, я очень-очень рада. Почему это удалось сделать? Потому что, в общем-то, с лодкой я успела познакомиться. Благодаря Ирвану Лимене, который провел очень тщательный инструктаж, который подготовил для меня таблицы настроек, которым я, в общем-то, так или иначе следовала, при этом пыталась найти какое-то свое чувство. Ирван провел со мной тренировки. У нас было четыре тренировки в Трините на нашей базе в разных ветровых условиях, чтобы мы могли поставить все паруса, посмотреть, как ведет себя лодка, нагрузить ее, чтобы я чувствовала себя увереннее и понимала, что я могу нагружать. И вот все вот эти вот рекомендации по настройкам, это было очень круто. Большое спасибо Ирвану. Микаэль. Микаэль Рюкинг, который был во время всей подготовки и который, собственно, делал эти работы, который формовал, который кроил уголь, разводил эпоксидку, ставил вакуум. С которым мы настраивали мачту. Я провела на мачте перед гонкой, не знаю, мне кажется, в сумме часов шесть, а то и восемь, сидя там наверху. У меня веревочный талри, подкручивая, подтягивая, проверяя, все ли так. Нет, что-то пошло не так, давайте назад, сантиметр травим, полтора сантиметра травим, пол сантиметра травим. Нет, все не так, давайте все переделаем. В итоге мачту удалось настроить. И благодаря этим людям, конечно же, мне удалось выйти, скажем так, все равно в форме. То есть я знала, что я делаю, я примерно знала, как лодка себя должна вести. У меня есть поляра, по которой я определяю, в оптимуме я иду по скорости или не в оптимуме. И благодаря всему этому мне удавалось на галсе уже поднастроиться и выдавать хорошую скорость. Может быть, я еще не дотягиваю до той скорости, с которой эта лодка может ходить и должна ходить, но, по крайней мере, уже немножечко приблизиться к этому оптимуму. Пока что для меня слабым местом остается техническое маневрирование, потому что лодка все-таки достаточно трудная, это прототип. Поворот оверштаг совершается с качающимся килем и со швертами, которые ты должен перед поворотом в правильный момент шверт вниз, шверт вверх. Киль перекинули на другую сторону. Перекинули, да не очень перекинули, потому что если перетянешь, то лодку слишком перекренет, и ты можешь уйти в неконтролируемый поворот. И только потом ты перебрасываешь паруса, перестегиваешь бакштыги и начинаешь настраиваться. Еще мотосаж не забыли, то есть перекинуть все тяжелые вещи с... Если сильный ветер с подветренного борта на ветреный, если слабый ветер, то наоборот. То есть каждый поворот это реально такая операция, военное действие. Маневрирование в зоне старта и взятие старта на прототипе происходит немножечко по-другому, по сравнению с серийной лодкой, а тем более по сравнению с яхтой с полным экипажем. Ты не можешь себе позволить какое-то экстренное маневрирование. И как меня готовил Эрван, как он мне объяснил, я еще это буду выяснять, я еще буду настраиваться, я еще буду оптимизировать под себя. Ты выбираешь позицию, чтобы выйти на линию старта за минуту-полторы, как это обычно я делала на серийке. Минута-полторы выбираю себе позицию и пошла разгоняться, оптимизируя и регулируя свое приближение к линии из-за порывов ветра, приводом-увалом или потравкой парусов. Здесь ты фактически также регулируешь свое приближение, только твоя точка, точку ты должен выбрать минут за пять. И понятно, что если ветер исцелирующий, могут быть нюансы. Самое главное для нас это выйти с чистым ветром, может быть не в первом эшелоне, но с чистым ветром. И в моем первом старте мне не удалось выполнить ни одну из этих задач. Я очень сильно извиняюсь. Я опоздала на старт на две с половиной минуты. Мне было очень стыдно, просто глаза горели от стыда. И при этом я умудрилась попасть в середину линии. Это было неплохо, это было как бы нормально по углу к ветру. Но я попала под флот. И, соответственно, я не могла не повернуть, потому что у нас на старте 72 лодки, это общий старт. Было слишком много бортов. Я оставалась в тени других лодок, которые были с наветра, поскольку я сильно-сильно опоздала. И со старта я ушла плохо. После этого я выбрала правильную позицию, чтобы выйти на оттяжной знак. Это была лавировка, примерно полторы мили. Я зашла в правую позицию и должна была дойти до лейлайн, чтобы избежать лишних поворотов, на которых мы реально много теряем. Длейлайн на знак. Дошла. Длейлайн на знак. Не учла течение. Так же, как и многие, там на самом деле перед знаком ветер немножечко развернуло, плюс течение, которое нас снесло. И очень многие были вынуждены повернуть прямо перед знаком. Из-за этого я не смогла подготовить спинакер к постановке. Я была занята маневрированием. Я очень боялась повредить яхту, с кем-то столкнуться, потому что лодка у меня в аренде. И Ирван меня не простит, если я ее разобью. Вот. И на знак я не вышла, пришлось откручиваться. В итоге обогнулась, спинакер не подготовлен, бушприт не вынесен. Я успокоилась и решила, Ира, take your time. Сделай все просто правильно, может быть не очень быстро. Спинакер, конечно, он был уже не заведен, он не был полностью готов. Но галс, шкот, фал были заведены на левую сторону, на под ветер. То есть под постановку идешь, поворот на знак. Пока вот это все я волохалась, бушприт туда-сюда, о господи. Я уже пришла в крайнюю точку, но ставится уже над с этого борта, я не успею перенести. Пришлось поставиться, сразу поворот и уже, извините, почти ричинг получается на знак, потому что замешкалась. Это была серия ошибок, большой ком ошибок, связанных со стартом и паркуром в заливе. Ничего, спинакер поставила, поехала ричем. Крена достаточно много, потому что острый-острый бакшток, большой спинакер. Выходить надо, то есть идешь на последнем, скидываешь грот. И тут я встретила медузу, огромную такую желтую, знаете, такую вот желтую медузу, которая плавает там примерно на глубине 30 сантиметров полметра. Эта медуза наделась мне плотно на руль. Я даже удивилась, никогда такого не было. Наделась мне на подветренный руль и вот это все бро-бро-бро-бро-бро. Но скинуть я ее так и не смогла, потеряла на этом, я думаю, узел в связи с тем, что это было примерно, ну я не знаю, сколько мы шли, минут 30, полмили точно я на этом потеряла. Ну ладно, на уборке спинакера на увале медуза соскочила, обогнула очередной знак и уже мы пошли на вот эту вот лавировку к рожбону. И вот этот вот как бы уход в правый угол, да, который был достаточно спорным, который обсуждался, надо так было делать, не надо так было делать, нет, надо было поворачивать раньше. На самом деле, нет, не надо было поворачивать раньше, все я сделала правильно и очень-очень этим довольна. Здесь, наверное, надо рассказать, как я вообще принимала решения и как я вообще готовлюсь к гонке и принимаю эти решения. Я готовлю себе вот такой вот толстенький роутбук, вот это мой роутбук на 200 миль, такой вот толщины. И здесь у меня все, гоночная инструкция, которую не забыли прочитать перед стартом и учесть все, последние изменения и маршрут, схема гонки с координатами знаков, схемы зоны старта, зоны финиша. Дальше пошла информация по течению, таблицы приливов и карты течений. Я купила себе очень подробные, очень дорогие карты течений, чтобы быть во всеоружии, чтобы вот здесь-то я могла бы на них рассчитывать и что-то посчитать достаточно точно. Карты течений я подписываю заранее, в какое время какая карта будет действовать, рассчитываю это еще на берегу, чтобы оптимизировать свое время. Во время гонки. И дальше пошел мой роутинг с марками, координатами марок, которые я ввожу в GPS. Мы же помним, что эта гонка без карт-плоттеров и мы должны руководствоваться только бумажными картами, делать прокладку настоящую. И брать с собой можем те материалы, которые распечатали заранее на принтере обычном. Поэтому у меня вот такие вот есть карты, схемы, которыми я пользуюсь. Очень-очень удобно, оптимально. Это все прямо вот здесь на борту, очень быстро. А дальше пошел прогноз и расчет оптимального роутинга. Может быть вы помните, я делала серию из четырех видео с Expedition, как я это делаю. Ссылки опять же внизу к этому видео. Пожалуйста, кто заинтересовался, посмотрите. Работа была проделана мною огромная, чтобы записать эти видео. И именно этим роутингом я и пользуюсь. В этой гонке из Expedition можно достать очень много информации. Помимо того, что это твой роутинг, где ты должен поворачивать, где ты должен, может быть, где-то провалиться, подняться, в зависимости от того, как гуляет ветер. Еще можно выцепить оттуда таблицы подробные с координатами, где, в какой момент предполагается, что ты будешь находиться, какой будет ветер и как все это будет ходить, гулять. Так вот, возвращаясь к моему правому заходу, к углу, который я забила, пока мы шли в ту сторону, стало понятно, что модель Arom, по которой, это самая точная модель, по которой мы, в общем-то, ходим, она на данный момент не работает. То есть, по каким-то причинам что-то пошло не так. Предполагалось, что мы будем выходить на Рожбон под Женаками. Это Консирон, но не Консиро, поэтому я буду продолжать называть его Женак, потому что это немножечко другой парус. Но на самом деле сложилось, что это лавировка. И пока мы шли в эту лавировку, пока мы били угол вправо, все-таки рассчитывая и зная, что заход должен прийти, информация о заходе по часовой стрелке была, вопрос был, когда это начнет случаться. Я наблюдала, наблюдала, наблюдала и посчитала, что было отставание от прогноза примерно 6 часов. И действительно, заход пошел, мы повернули, и все, кто поворачивал раньше, они проигрывали. И, если честно, у меня не было ни тени сомнения, когда поворачивать. У меня не было такого, что, о боже, может быть, я должна была повернуть раньше. Нет, я абсолютно точно знала, что я должна забить угол. И даже если я перейду с LA-лайн, это будет не очень страшно. Я свалюсь под Женаком, и это будет быстрее, чем если я поверну слишком рано и буду резаться, вырезаться на знак. Поэтому никаких сомнений не было, все было сделано правильно. Мы думали, что заход пойдет вправо действительно еще больше, он не пошел. И в итоге, после рожгона, вместо лавировки, которая предполагалась, мы получили галфинт под Женаком с очень-очень слабым ветром. Там буквально 3-4 узла. Ночью было там 2 узла иногда, 3-4. Поэтому, когда ветер начал отходить под спинакер, я долго не ставила спинакер, с под Женаком бывает быстрее. Очень слабый ветер, даже если угол уже под спинакер, бывает просто быстрее, потому что он хотя бы имеет форму. Вот, и не спеша, да, действительно без стратегии, мы прошли фактически до Белиля. Там у меня была небольшая ошибка, я сходила в остров, когда уже началась лавировка на Фордвинт, я сходила в остров. Рассчитывая на поворот ветра после, то есть какой был расчет, я посмотрела, есть небольшие осцилляции, и ожидался поворот. Я подумала, что вот сейчас у меня есть шанс на этой осцилляции перекинуться сюда, ближе к острову, чтобы потом выгоднее выйти другим галсом. Но так не случилось, поворота не случилось, а возле острова было меньше ветра. Примерно там, я не знаю, на 2 узла. Если в море, да больше, что там. Если в море иногда там аж до 13, ну, этот термик был, конечно же, аж до 13 узлов раздувало, а то есть где-то 10-13, то возле острова у меня было там, ну, я не знаю, 8, ну, 10, может быть. Поэтому я, когда поняла, что это ошибка, я быстренько оттуда свернула, а группа, которая шла за мной, и вот 753, которого я фактически завела туда и бросила беднягу, он, конечно, сильно пострадал, там еще и течение против него началось. Я уже понимала по времени, я посчитала по своим картам течения, что мне надо очень-очень спешить огибаться, и пока течение не сменилось между Белилем и Кеброном, между Белилем и Материком, я проскакивала вот последнее. Я реально последнее успела проскочить, то есть течение мне уже не помогало, у меня не было попутного течения, но пока не было встречного. Я успела проскочить, а люди, которые шли за мной, даже если у них там в какой-то момент была хорошая скорость, потом они встали, исправливо лятинюс, это течение, оно выходит, и разветвляется на две ветки. Одна идет, была им в морду, другая попутка, и зона как бы разделения, где вот это вот как бы течение, вот эта вся катавасия просто убивает ветер, слабый ветер, я имею ввиду, конечно же, убивает. Вот, и они там носиками вертели туда-сюда. Я очень рада, что успела проскочить. Потом мы, конечно же, все встали после Белиля ночью, там была новая смена ветра, и здесь я уже поняла, что модель начала приходить с реальным временем, более или менее точно. Я знала, что будет потом поворот и ветер с берега, и когда начали появляться первые-первые вот в нашем стоянии, мы стояли все такие с женаками, хлопали парусами, пытались как-то поймать этот ветер туда-сюда, двигаться хоть куда-то, да, когда слабый ветер, надо двигаться хоть куда-то, лишь бы двигаться. И когда я начала видеть, что приходят первые порывы с востока, я поняла, что это оно, я очень быстро перекинула женак, очень быстро сделала поворот и была готова. Как только начала подхватывать, я быстро улетела от сирийки, которая стояла рядом со мной, и она на этом отстала мили на три. Потом был спокойный, в общем-то, галс, стабильный на Ильдё. Просто шли-шли-шли, пытаясь отдохнуть. Ветер усиливался, лодка кренилась, шли под женаками. Здесь было очень трудно мне отдыхать, потому что в лодке у меня, к сожалению, пока что не удалось мне найти место для спанья, там нет ни одной койки. И стрингеры, вот так вот. И только положив какие-то спиннакера, можно на них устроиться, но при этом нету обвеса, который бы удерживал твое тело. При этом ты как бы замотосажил мотосажные сумки со спасательным оборудованием, они тебя зажали между сумкой и бортом, ты не можешь повернуться. В общем, отдохнуть мне не удалось. Первой ночью я спала в кокпите, второй ночью ночь была очень-очень расистая с росой. Было так мокро, что вода просто катилась по гроту вниз, как будто бы был дождь, но это была роса. И я старалась спать внизу, внутри. Выспаться мне не удалось, и я начала ловить первые глюки. Первые глюки со мной произошли. Они были неясные, неявные. Мне в какой-то момент, мне казалось, что со мной был коскипер. Он вот как бы здесь. И пока я спала, он должен был сделать вот эту работу, он должен был сделать эту подготовку. Он не сделал. Я была на него очень-очень зла. Естественно, я потом поняла, что это как кашкипер, это я же. Вот такое раздвоение альтер-эго. Но я поняла, что на самом деле, если не отдыхать нормально, до галлюцинаций серьезных здесь недалеко, и приобрела вот такую вот дизайнерскую вещь. Теперь у меня волшебный пуф есть на яхте. Я его буду тестировать в следующем этапе. И немножко модернизировала обвесы. Обтянула их поплотнее, чтобы ближе прижимать мотосажные сумки к борту. И постараюсь найти уже, найти себя во время отдыха в длинных этапах. Вот. И на самом деле, мы тут разговаривали с Жульеном, моим товарищем, который тоже в прошлые сезоны готовился. У него сейчас пога-3. Он говорит, у него была супер-галлюцинация. У него зебра проскакала по воде. Вот. И я поняла, что если уж я начинаю галлюцинировать, чего раньше не было, то мне бы хотелось, чтобы у меня были такие вот крутые галлюцинации. Не просто там какая-то родня, она во рту у тебя сидит, или какой-то кошкипер скучный. А чтобы там реально зебра. Было бы очень круто. Вот. Так. В общем, до Ильдио доскакали. С кринами. Как могли, отдохнули. Дальше я поняла, что я догоняю Антуана 850-го. Я посмотрела, что огибался он очень далеко от острова. И я поняла, что он, скорее всего, боялся ветровой тени, потому что ветер был с берега, и остров должен был перекрыть. Но дело в том, что Ильдио это очень пологий, низкий остров. И подходя к нему, я тоже не знала, насколько далеко уходить. И подходя, я поняла, что нет ветровой тени. Я пошла достаточно близко, прижиматься там совсем к опасностям не стала. Прошла близко и поняла, что я у него отыграла. А потом я смотрю, он начинает вставать. Ну и я начинаю вставать, ветер заканчивается. А потом я смотрю, начинает приходить вот это брезовое, что-то новое. Оно приходило сзади и с берега. То есть не совсем с берега, скорее сзади, но ближе с моего угла. И меня начало подхватывать чуть раньше, чем его. Я начала двигаться чуть раньше, чем он. Я поняла, я еще догоняю. А потом мы уже идем с каким-то умеренным ветром, уверенно вместе с ним. Я смотрю, что у меня практически всегда на полузла больше. И между нами расстояние сокращается. Там уже возле острова было, по-моему, 3 мили. Хоп, тут уже там 2, 1,5. Я поняла, что я, блин, что это мой шанс. И я решила, что вот сейчас-то надо собраться и попытаться. Попытаться выгрызти его. Я начала бороться. Он меня как-то вяло поначалу контролировал, контролировал. И потом я поняла, что мне нужно выскочить из-под его контроля. Мне нужно пойти своим путем. И все сложилось очень удачно. Возле берега, там такой небольшой заливчик. Там я увидела, что там чуть больше ветра. Там вода чуть больше, более темная. Я посмотрела карты течения. Что течения там меньше. Что чем дальше ты в море, тем больше встречного течения. В данный момент, когда мы проходили. И я мотанулась туда. Отыграла у него огромный кусок. Он пошел за мной, но пошел очень поздно. Не знаю. И в итоге мы повернули. Уже выходили практически на знак. И я уже не могла его дожимать. Потому что мы валили. Ветер начал скисать. Было видно, что в море идет больше ветра. Но оно еще не придет к нам. Мы не в тех условиях. Мы в своих условиях. И на знак Петитбарш мы вышли с ним рядышком. Поворот Фордвинд на яхте, на Прот. Это тоже такая история. Долгая, долгая военная операция. И мы выходим. И я понимаю, что я должна повернуть. Вот он повернет. Да, я не могу пройти за него. Если я зафиксируюсь у него за Курмай. Ну, в общем-то, зафиксировалась на третьем месте. Я вижу, что он вроде бы начал готовиться к повороту. Я тоже готовилась к повороту. Там вот эти вот все бра. Перекинуть бушприт. Это все как бы так не быстро. А он чек раз и повернул быстро. Я думаю, блин. И тут я почти все бросила. Главное, бушприт было завести на нужную сторону, чтобы его не сложило. Я очень быстро повернула над ним. Он чуть впереди. Я чуть сзади. Нос на ветра. В позиции, когда я что-то могу. И мы пытаемся вываливать на знак. Потому что трудно было, да, трудно выходить. Приходилось уваливаться в очень слабый ветер. Теряя скорость, мы валим, валим, валим. И потом на следующий знак, фактически без изменения курса. И тут я не поняла, что произошло. Почему он не вышел на его месте? Я бы просто вышла бы себе впереди. Зафиксировала бы вторую лодку. Чисто сзади. То есть ни с под ветра не пройдешь, ни с на ветра не пустить. Я думаю, что он побоялся то, что нам приходилось валить. Что если он сейчас приведется, то потом ему будет не увалиться на знак. Но мне кажется, что если ты борешься с соперником, в общем-то пофигу. Потому что вы оба не увалитесь на знак. Но он этого не сделал. А потом ветер зашел по часовой. И нам стало остро. И он уже не смог подниматься. А я благодаря тому, что я поднялась, чтобы от него немножко оторваться. Чтобы не агрессивно на него наезжать. Чтобы он не начал ерзать. Я могла уваливаться спокойно. Я увалилась прямо на знак. И скоростью его проехала. Убрала спинакер вовремя. Убрала чисто. Успела подготовиться к маленькому острому галсу. Все кроме завала мачты. У меня мачта тоже назад-вперед. Все кроме завала мачты. Подготовила шверт вниз. Все как надо. И уже вышла на финиш. 47 секунд. Да, было круто. Вот такой вот рассказ. Я бы очень хотела передать слово Мике. Чтобы он рассказал о своем мнении. Он будет говорить на английском. Потому что он готовился вместе со мной. Он делал роутинга для меня. И у Мики огромный опыт океанских гонок. Одиночных океанских гонок на классе 40. Мике, есть что сказать. Давайте его послушаем. Итак, Мики, я просто говорила, говорила, говорила и говорила в русском. Как обычно. Да, как обычно. И сейчас я... Я сказала, что у вас действительно есть что-то, чтобы рассказать о том, что это происходит. И я был такой, который подбирая ручинг, который подбирая ручинг, который подбирая ручинг. И он всегда был рядом. И твоя экспедиция, твоя знание, это огромное, очень высокое. Можешь рассказать о твоей опыте? Окей, спасибо за твои счастливые слова. Для этого рейса это новое бот. И как мы знаем, вы знаете свое мнение. Самое важное, как в новое бот. Мы получили полар диаграммы, конечно. Мы получили это от Эрван. И, знаете, это стоит немного времени, пока вы знаете, как вероятность, и ставить свои собственные ручки. Нормально ручки на процентах вашей полар. И когда я смотрел на рейс, на трекер, мы могли видеть... я имею в виду много разных моделей. Мы могли видеть, что некоторые модели, и некоторые модели, которые были вперед. И это делает мне более уверенность в том, что мы делали хорошую ручку. Это было в порядке с реальностью. Но в очень легких моделях не было много градиентного моделя. И это было огромное высокое напряжение, как бы облаживая целую ручку. И это делает это очень сложно для того, чтобы знать направление на ручку. Потому что это может быть... что-то, если вы в центре на уровне. Да. Это было более или менее интуитивно. Да. Очень интуитивно. Да. Ну, конечно, конечно, когда вы делаете ручку, и когда разные модели и другие модели являются такие же вещи происходят, это позволяет вы понимаете больше в виду и это и поэтому я предпочитаю это называется ручка ручка, потому что вы делаете один ручок для каждого модели. и когда они скажут вам то же самое и они неизвестные с другом, это сделает более ручка. Но я думаю, для этого ручка мы об этом об этом об этом об этом об этом это ручка. Это это говорит что это что это это первая ручка до Рожьборн и то это что вы хотите быть на ручка ручка но одна конкурсия и стратегия была не 100% на это это мы называем это что мы называем ВМС сейл ВМС сейл это велосипед это это значит что вы не знаете что будет потом это то что мы называем по-русски идти как можно скорее по-генералке продвигаться по-генералке по-генералке почему мы взяли несколько дискуссий потому Ира ты видишь реалитет и реалитет не не так но все реалитет по-генералке и по-генералке по-генералке и по-генералке и по-генералке мы были немного боя и вы вы выжали и это еще нет еще что вы полностью корректируете если вы то что не не но вы взяли очень так я не не это было очень приятно что они занимали больше и так это говорят что это дает и дает вы под до 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 Я знаю, почему зрители были немного беспокоены, смотря на трекер. Конечно, я занимаюсь треком системы. Я знаю, что происходит. Поэтому, когда люди поднимают больше на марк, это выглядит лучше на трекер. И потом, что происходит дальше, они тоже должны подниматься от маркера. И поэтому... Я просто очень рад, когда я вижу, что это действительно происходит правильно. Потому что вы просто начали подниматься на маркер. И вы могли просто сказать, что на маркер, и другие были подниматься несколько раз. И это просто очень рад. Я думаю, что это была ситуация, что большинство скиперов в этой сезоне были новыми. Боевы были самыми, но скиперы были новыми. И я вижу, что люди всегда видят движение, и они начинают подниматься. И после того, что люди... Аааа! Ааа! Аааа! 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 Ирина Магаме. Ааа, ирина магамка то, что и все варианты-цепочки, окей а intro... Ирина магнель. У каждой смотр你就ался. Это 21-летия. Играет г Junи. Когда вы найдете положение для каждого соревнования, то это очень важно, чтобы облаковать. И, возможно, иногда, чтобы не было плохой способом с вашим близким соревнованием, чтобы облаковать его, а затем, чтобы получить правильную стратегическую решение. Но мы были в начале соревнований, и это была стратегия. Потому что это был момент, когда мы не найдем положение. И это было вопрос о найти положение. И поэтому стратегия была более важной, в сравнении с тактиком. Тактиком, который следует партнерам, соревнования. Это была первая часть соревнования. Да, но я думаю, что это было довольно очевидно от облаковой анализации, что идет правильная, и потом, чтобы чувствовать, где лейлайн. Что случится, если вы крошите лейлайн, и если вы идете выше этого, я думаю, что этот партнер акцелерирует так много, когда вы берете несколько градусов. Да. Да, зависит от уровня. И, конечно, мы не имеем полное понимание о поведении этого партнера. Но если вы крошите лейлайн, я думаю, что сейчас вы понимаете, что лейлайн, что лейлайн является что когда вы идете на лейлайн, чтобы идти на определенный марк, там есть линии, где вы идете прямо на марк. И если вы идете выше этого лейлайн, то есть линии, что вы идете выше, чтобы вы идете на марк. Но когда вы идете выше, то вы идете выше, и на какой-то момент, если вы идете выше, вы можете выжить еще раз как генарк, или кодсир, или какой-то такой быстрый лейлайн. И тогда, это бот, это очень много, и так далее. И это еще не знаю, как опасно это будет чтобы идти на лейлайн. И я думаю, что традиционные лейлайки, их грань в скорость не так много, когда вы берете, и этот грань больше. И так далее. И так далее. Это важно знать, но также, что я имею в виду, это первая лейлайка с этой лейлайкой. У тебя был с Руаном, который рассказал вам очень много о том, все мелкие, хорошие вещи о лейлайке. Окей, это когда вы не сможете выжить, это когда вы выживаете, это что вы делаете. И тогда, это было интересно увидеть это в реализации, и это будет больше. У меня есть много вещей, чтобы научиться. И, Микки, спасибо большое. Это было очень приятно слышать вашу анализацию. Да, мы ее взяли на то, 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 приятного гонки, на то, на то, на то, на то, да, Да, и мы продолжим подготовку, начнем с днями завтра, и теперь я расскажу немного о моих маленьких ожиданиях. Да, я очень рада, конечно же, второму месту в этой гонке. И я понимаю, что в каждом следующем этапе мне придется бороться еще больше, мне придется быть еще сильнее, еще внимательнее, и вот этот вот результат пока что еще не очень показательный, потому что условия были очень особенные. Посмотрим, что будет по итогам всей регаты SAS. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Это была Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Racing, и Микай Рюкинг, Рюкинг Оушен Рейсинг. Пока-пока.